Я уже бегал с лестницей, ну-ка, что ты делаешь тут? Куда далеко с лестницей пошел? А куда вы хотели-то? Я никуда, я гляжу, ты с лестницей куда пошел? Ну вы сказали к лестнице вынести-то. Ну ты еще где-то, что-то делал с лестницей-то? Ну да, уже пробежался 10 раз. Ну пробеги-ка я посмотрю как-то, туда-обратно, потом поговорю. Вот он как. Хорошо получается, все, клади на место. Ставь. Вот он заходит в наш сарай. Уже вечер у тебя охватился, поздно вышел. Дрова рубит, уголь. Видите, как там устанавливаем. У нас в сарае так тут показать, даже тут у нас углярка большая, тут ничего не видать, теперь носит. А это вот дрова. Дрова, вот все, как они тут стоят. Лежат ли, как сказать. О, там, что у нас еще? Ну-ка дай-ка тут погляжу. Вот это у нас нынче дрова. Игорь привез, он в тайге работал золотодобытчик, и там видимо береза убирает. А ты готовишь дрова? Вот видишь, это Никита пришел с работы и готовил. А в печку-то здесь я, а там Володя, Володя ушел. Готов все, занесешь. Это вот у нас домик, где мы живем. Миш вечерний уже. На доме прибито. Мы с храма перебили, батюшка сказал, перенести. Вот, ну тут у меня голубятня, сейчас еще тут уже голуби спят. Я вышел поздновато. Вот. Володя топит наш этот вот храм. Вон у него дымовка идет. Там он видно большие здания у речного вокзала. Мы не дали, живем прямо около бухты. Тут рядом вот протекает, вот слева в этом направлении. Вот. И Володя сейчас зашел в храм. Вот он что-то тут делает. Что, топишь? Да, топи. Ну вот. Видите, Миша сделал крест при входе в храм и надписи. Не знаю, видно, нет их. Вот. Крест восьмиконечный и надписи. И все так по-простому. Уже... Дым-то, видите, видно, что дым идет. Вот он. А вон там дальше, видать, здание. Свет какой, деревья. Труба заводская. Вон огромное здание. Там, вон, видно, портальные краны рядом. Вот где мы живем. Вот большая береза. Не думал, не гадал. А это мне дали компенсацию выигранного суда, что меня конфисковали. В восемьдесят шестом году. Потом я был реабилитирован, как политзаключенный, репрессированный. За слово Божие. Прямо. И вот. В центре города. Какие елки. Я не садил. Тут эко-наши тут что-то сделали. Качели. Так, по мелочи что-то посадили. Вот вишняк растет он. Еще нет. Вот. А это вот рядом там канифольный завод. Вот столько воздуху портит. Другие тут рядом двум двухэтажные. А это вот мы здесь живем. Это вот самое окошко. Там Никита старается. Вот я вышел поздновато уже. Показать в Барнауле, как у нас здесь. Вот здания вокруг большие. Там. Видно. Как. Ой, вот это у нас тут. Большой тут и горный дом. Или как его назвать, даже не знаю. Там что-то делают. Развлекаются или что. Данелия тут хозяин. Вот пошли. А там Володя запечатывает. Дверь закручивает. Завязывает. Ну как, по-другому. Ох, видишь. Каждая минута все темнее и темнее делается. Вот я вышел тут. В потемках никогда еще тут не было. Еще не потемки, а так сумерки. А вот над крышей там видно луна. Труба одна. Вторая. А там повыше луна. Видать ее или нет? Я даже не знаю. Видать нет. Это на крышу лазит. Две трубы. Вот так. Сейчас я зайду. Там спрошу. Кошки тут сидят. Они у меня. Ну а рыжая. На пути стоишь. А это белая и белая. А что ты с лестницы это бегал? Расскажи. Тренировался. Тренировался. То есть это, когда люди где-то в пожарную или где готовятся. Я работал командиром пожарного отделения на международной нефтебазе. Там страшно какие меры принимают. Даже подковки нельзя на сапогах иметь. Если поезда заходят, там войлочные прокладки между этими сцеплениями. Лопата должна быть луженая, чтобы ни одной искры. И у нас за пределами базы тренировки шли. Там тонн, может быть, пять выльют бензин на траншею. И ураган такая. Она полметра пену слой гонит и сразу тушит. Зажигают. Ну тренироваться. И поэтому приходится штурмовать макеты домов. Лестницу забрасывать. Бегать быстро. Мы с братом родным там были. Ну никакие мы пришли-то где-то. Ну лягут отдыхать. А мы в это время начинаем тренироваться с лестницей бегать. Запотело, видно. Вот, бегаем. Мы уже неделя прошла. У нас стало получаться. А потом уже ближе к первым стали подходить. Уметь человека подцепить на веревке. Спустить там с четвертого, с пятого этажа. Без тренировок никак нельзя. А вот смотри. Подожди-ка я покажу. Ты протри, если только что есть там это. Вот. Покажу сейчас как нам готовят. Это Бог так делает. Самому человеку это нельзя взять. Вот покажи как. Видите какие у нас надписи вокруг. Вот. Вот хожу я в городе. Вот смотри какие. Два валенка. Один черный, другой белый. Ну я обычно в снег зайду, снегом натру. В краевую администрацию там пройду. Мне это нужно. Не то что. А священники. Самые кто больше других стоит священники. А вы пиаритесь. Понимаете. Вот я стою босиком. У меня длинная штанга. Я босиком вот так вот. Я иду по асфальту. Иду в городе. По центральному проспекту. Иду к губернатору. К мэру города. И меня вот таком вот это принимают. Как я есть. Вот. Заплата на заплате. Ничего тут. Нет. Просто это моя жизнь. Читают жития святых. Ничего не верят. Вот сейчас вы пришли. Я даю муку. У нас остается. Мы же лагерные работники. И надо прокормить зиму. И муку дают пополам. Половина себе. Тот берет. Щукина. Все они принесли. Они видишь какие она делала. Я их разрезаю пополам. И подсушить маленько. Чтобы не испортилось. А остальное вот она. Что она дает. Видишь как я. Подсушивает. Неанила. Александра. Спасибо Христос. Мы за всю зиму. Не купили ни одной булки хлеба. Это Господь так делает. У нас ничего нет. И куда не посмотришь. Все есть. Вот сейчас обыкновенный горох. Замощил. Через день уже. Голубь не может съесть. Потому что большой. Самим можно что-то сварить. То есть нужно научиться уметь жить. В бедности. Вот это вот что печка. Она же бы топилась. А штабшарпа. Никакой роли это не играет. Тут Надежда Васильевна. Дай помажу. Дай там. Ну к пастке один раз разрешаем. Этого достаточно. Это запасные у нас сухарики. Если когда что-то не хватает. Чтобы всегда на запасе были. Мы не голодные. И поэтому. Если ты благодаришь. И не жалуешься. Больше ничего и не надо. Пища чистая. Говорят. А вот если у вас бывает изжога. Бывает. Я ее сразу погашу. В течение 10 минут. А как. Вот сухарик. Самый сухой вот возьму. Вот который там дышит. Его насухуют. Не размачивают. Жуй. Ну просто трещи. И немножко меда. Вот у меня мед подарен. Я тут крошечку с медом разжевал. Раз. Другой. Третий. Половина вот этого кусочка. Съел. Все. Изжоги нету. Ничего не надо. В человеке все. Я как-то рассказывал. Что в человеке. У нас была мама учила нас. Если я где-то обжег. Вот. Из носа сразу раз. Помазал. И все. Что тут есть. Ничего не надо. А вот палец лопнул. Лопнул. А то из уха. Сера. В эту щель, которая порепалась. Там бывает от сырости. Или от чего-то. Где-то. У человека всего хватает. Все в нем есть. Палец порезал. Даже никакой нет. Отошел. Помощился на палец. Все. Репей там где-то. Листик сорвал. Его прижал. Походил. И никогда ни одного заражения не было. Никогда. У меня были заражения. Но не от этого. Я штык чистил. Не штык. Ну да. Штык снял. Военное дело было. Ну и он заржавленный. Я стал вот так вот крутить. Мизи. Вот этим безымянным. А в это время из соседнего класса немец забежал. Схватил штык. И давай крутите. Мне вот открутил. Видишь какой. А это вот я пугач сделал. Верхом на коне был. Ехал. Это уже большой был. Наверное в третьем классе. Так как рвануло. И порвало палец. То есть. Это по глупости. По неведению. Никого нету. Никто не подсказал. Могло и в глаз попасть. Что-то она крадется. Не пойму. Гри как осторожно. Она не просто так. Она вот из-за белой. А. Она от нее. Да. Ну ладно. Отверлись на нее. Не гляди. Гляди как гляди. На свою мать она глядит. Как она крадется. То с какой осторожностью. А то сейчас. Вот людям это показать. Это же знаешь. Мешки принесли. Смотри где положили их пока. Два мешка. Семещек сегодня привезли. Их надо как-то сохранить. Куда? Она уже настропалилась. Куда? Куда? Ну-ка. О какая. Лизия. Опа. Вот и все. Пошла. Крадется. Она смотрит. Преследует ее. Видишь какая. А этот сидит никого не трогает. Никого. Ой. Какой здоровый. Он такой пушистый. Вот такие брать дела. Что у тебя есть. Отдельно у нас валенки в комнате ходить. Отдельно на улице. Куда не посмотришь. Ну все. Все должно быть дешевое и хорошее. Вот мои валенки. Если покажу. Валенки. Сколько лет нашу. Я уже не знаю их. Вот они сзади склеят. При заплатках. Вторая. Третья. Четвертая. Володя, вижу, у меня научился так делать. Вот эти вот валенки. Они подшиты транспортерной лентой. Еще у меня племянник был. Он сейчас женатый. Он жил у Рома. И он на них выходил и катался. Как на лыжах. О. Видишь она какая ровная. А тут вырезал маленько. И туда нитка капронная. Нитка капронная уже затянул. Ну тут стерлась. Тут уже ничего не сделаешь. И она может ходить к ним голубям. То есть люди бьются за какое-то там богатство. Ничего этого не надо. Просто нужно научиться написывать за все благодарите Бога. Благодарить Бога. Я благодарю, что я бедный, небогатый. А когда нужны деньги, Господь подаст. Я вот сегодня выставил материал, как у нас в ноябре бульдозер там разравнивают. А почему так поздно? Так привезли от нас не зависит. Они смерзлись. Едва бульдозер может раздобить. Ну Бог так сделал, что мы не такие, как надо. Были бы деньги большие, я заплатил. Там в кармане мне кто-то привез. Нет? Вот там мы график стоим. Без очереди нигде не бываем. Вот наши ребята сегодня вы где работали у брата? Нет, мы сегодня ездили. Ездили по больным, да? Да, да. По больным, по немощным, по старым. Вот вдвоем познакомился? Да. Хорошие люди? Хорошие люди. Вот так. Она жена инвалида Отечественной войны, Чернявска Александра, он Семен. У него какие-то награды там были, что-то с ногой было. Он умер, она упала, шейку тут сломала у бедра и лежит уже года, наверное, три, может больше. Подвижники. Вот сейчас одна женщина зашла, завтра буду говорить, столько у ней жалоб. Как бы тебе трудно ни было, ты ходишь на ногах, ты не парализованный. Есть парализованные лежат, и они еще продолжают работать. Совершенно недвижимые. А есть, которые попали в плен, над ними издеваются. Вот эти там езиды какие-то жили, их там взяли, какие люди продали в рабство, их насилуют, и что. Вот страшно-то где. Мало того, всякие издевательства. Поэтому нужно научиться всегда искать людей мысленно, которым труднее, чем нам. И о них поскорбить, а не о себе. Никогда себя не жалейте. Могло быть хуже. Да, могло быть хуже. Даже беда какая-то, а могло быть еще хуже. Понимаете, что бы ни сказал, ты всегда найди. Вот ее многострадальные. Семь сыновей, три дочери. Видите как. Это все в один день потерять. Богатство. И не возроптал. Бог дал, Бог взял. Неужели за добро только будем славить Бога? Я вот гляжу, сколько удивительно. Вот я в Америке ездил и жил в Жорданвиле, в Троицком монастыре. И там познакомился с хорошими братьями. И мне много... Они уже переплетены, но без корочек. Книги были, жития святых. Я много от них привез и сам переплел. Вот где-то вот это синий, это вот это лежит. Книга стоит, синяя полностью. Вон там. Это я их переплетал. Вот. И мы ездили много по Америке с этим, с Орловым, Никитой Пяктистовичем. Теперь он митрополит зарубежной церкви. После Виталия там остался где-то. И большой, огромный, огромный, огромный контейнер. Ну, машина как прицеплена. Там метров 12, может быть, 15. Полную набрали. И там муки, и что-то, и конец, станки мне подарили. Ничего не дошло. А книги дошли. Я их переплел, вставил в корочки. Ну, и благодаря за это Бога. И иконы дошли, иконы. Я много их раздал по камерам, шел везде. Ничего не дошло. Только один говорит, я вот сейчас ем, тут написано ваш адрес. Извините меня. Ну, тут, говорит, милиция была, ночью взломали склады, все это. Санкт-Петербург привезли, и тут все разграбили. А я по Америке мотался, по Калифорнии. Говорят, от океана до океана. Ничего. Значит, мы недостойны этого. Кто-то, другой, да, воспользуется, пускай. Бог ему в помощь. И где бы еще не случилось, во славу Божию. Помаленьку. Видишь, день прошел, да и слава Богу. У людей этого нету, что у нас есть. Ну, жить можно на месте? Можно. Можно. Сегодня смотри, какой путь проделали к больным. Это вообще чудо Божье. Любить больных, любить парализованных, там немощных где-то. Ну, в пределах возможного и помочь. Мы еще можем, у нас ничего нет. Наши-то отдай, выбросил валенки. На улице никто не подберет. Вот. Говорят, вот ты ночью-то идешь, тебя ограбят. А я иду так одеты, так меня прохожие сторонятся. Они боятся, что я их ограблю. Вот так. Даже бомжи и те смотрят. Вроде бы беднее нас человек. Так что, за все Богу слава. Я пошел опять. Сегодня занятие сейчас будет. Вот так. Слава Христу.